Неудачная попытка вручения претензий. Что делать? Посмотрите название видео. Неудачная попытка вручения претензий. Это как раз статус, который вы увидели при отслеживании вашей претензии. Вы ее написали, отправили, вот она шла, вот магазин решил избежать ее получения. Увернулся от получения претензий. Неудачная попытка вручения. Еще раз, еще раз и претензия вернулась вам. Магазин ее даже не посмотрел, с ней не ознакомился. Есть подробное видео, я снял его недавно, посмотрите, оно рядышком. Там подробно рассказано, кто прав, кто не прав, почему потребитель в этом случае прав, про статью 165.1 Гражданского кодекса и про то, что в случае, когда магазин уворачивается от получения претензий, это всего лишь уловка, которая на самом деле никак его не освобождает от действия этой претензии. Все четко в том видео. Но в том видео я говорю, я в какой-то момент затрагиваю вопрос, а что делать? Помимо того, что объясняю все с точки зрения юридической, этической, я там задаюсь вопросом, что делать? И что я говорю? Я говорю, ну что делать? Считать, что претензия получена с момента неудачной попытки вручения. Отчитывать 10 дней, набирается неустойка, и дальше в соответствии с моим стандартным видео про возврат товара, вы звоните в магазин и напоминаете про 1% неустойку. И все это абсолютно верно. Но есть еще дополнительная информация. Я все-таки походил денек и подумал, что я вам не все рассказал. Смотрите, если вы хотите пойти в суд, у вас есть время, желание, товар дорогой может быть, или вы в этом разбираетесь, или просто у вас опыт большой судебных вопросов, и вы хотите пойти в суд, то вот этой статьи 165.1, статуса неудачного попытка вручения и претензий, которые вы отправили, будет достаточно. В этом случае все. У вас все, что надо есть. В этом случае вы выиграете с огромной вероятностью дела. Даже учитывая, что магазин с вашей претензией вообще не ознакомился. Ну, такой уж расклад. Магазин несет все-таки ответственность за получение юридически значимой информации, корреспонденции. Раз магазины не реализуют эту ответственность, ну, сам виноват. Хорошо. Но у нас большинство потребителей, например, вы, когда смотрите это видео, сейчас не собираетесь судиться с магазином. У вас другой вопрос. Как в досудебном порядке вернуть деньги? Вы не хотите там неустойку набрать, у вас нет цели получить там штраф за доведение дела до суда. Вы хотите просто вернуть деньги. И вот вы на экране видите неудачную попытку вручения. Да как действовать? Смотрите, что я говорю в соседнем видео. Вы его посмотрите, там все подробно рассказано. Нужно подождать 10 дней и позвонить в магазин, напомнить про неустойку. Это действие верное. Но на этом я в том видео больше ничего не рассказываю. А тут я понял, что можно продолжить материал и сделать более грамотным. Потому что, когда потребитель хочет вернуть деньги, есть в досудебном порядке, есть шанс, что у него это получится. Если просто попросить, абстракт на 5%. Если с претензией, 85%. Если про неустойку напомнить, 87%. Если калькуляцию неустойки принести, 90%. Если копию жалобы, черновик жалобы, то 95%. И так далее. Так вот, как действовать здесь, чтобы шанс до судебного возврата был максимальным? Я подумал, подумал и предлагаю такую тактику. Мы звоним. Вот вы открываете отслеживание. Видите неудачную попытку вручения. Нажимаете print screen и сохраняете этот фрагмент экрана в отдельном файлике. Дальше. Вы звоните в магазин и говорите, алло. Вот вы ждете 10 дней. Звоните в магазин и говорите, алло, я такой-то потребитель вот у вас покупал. Вам претензию написал. Уже 10 дней прошло. Вы ее игнорируете. Лучше верните деньги, потому что набирается неустойка, и вам скоро неустойка возвращать. Магазин, разумеется, говорит, мы никакую претензию не получали. Кто вы, не знаем. А ваши претензии не в курсе и даже ее не читали. Поэтому никакая неустойка не действует. Что неверно. Но магазин вам так и отвечает. Окей. Вы, соответственно, говорите, хорошо. Но в соответствии со статьей 165.1, то, что вы игнорируете претензии и не получаете юридически значимую информацию, не освобождает вас от ответственности за эти действия. И дальше самый важный момент. Мы должны учесть, что у магазина в этот момент нет вашей претензии. И не важно, хочет он удовлетворить ее или нет, он просто не знает, чего вы хотите. И по идее, конечно, если дело дойдет до суда, то в суде магазин узнает, что это за претензия, и деньги там вам вернет. Но если вы хотите вернуть в досудебном порядке, а это большинство моих зрителей, вы должны дать магазину шанс эту претензию получить. Каким образом? Когда вы позвонили по телефону, сказали про неустойку, магазин вам сказал, что его это не волнует, он ничего не получал. Вы говорите про статью 165.1 и добавляете. И поэтому, чтобы вы могли ознакомиться с претензией, я копию того, что отправил вам письмом, еще продублировал вам на электронную почту. То есть мы понимаем, что вот эта электронная почта, то, что вы отправили, она особой юридической силы не имеет. Но вы ее отправили, чтобы магазин сейчас уже просто мог из сложной ситуации выпутаться, вернув вам деньги. И что вы должны сделать? Вы на электронную почту отправляете эту претензию, что магазин просто с ней ознакомился. И помимо этого прикладываете скриншот с сайта почты России, где такая-то дата стоит и неудачная попытка вручения. Это очень важно. И по телефону вы говорите, что вы отправили копию претензии по электронной почте обычной, самая обычная вот эта всякие там электронная почта, классическая. И заодно приложили распечатку с сайта почты России о том, что магазин игнорирует требования получить претензии. Этого более чем достаточно. Что будет дальше? Вам скажут, что за фигня, какая еще электронная почта, ничего мы принимать не будем, до свидания. Это так произойдет. Дальше вечером вот этот сотрудник скажет директору, что звонил какой-то потребитель, что-то говорил про какую-то претензию, про какую-то неудачную попытку вручения и про электронную почту. Директор зайдет на электронную почту, открывает. Там у него есть претензия ваша. Он начинает думать, ага, эта претензия, ну, отправлена по электронной почте, в принципе, можно игнорировать. Силы чисто юридической не имеет. Это не то, как отправляются претензии. А рядом скриншот. И на скриншоте видно, что эта же претензия была отправлена уже таким способом, который магазин избегать не имеет права. И это уже не электронное письмо. Это юридически значимый документ. Он, конечно, не видит, что внутри, потому что он его не получил. Но у него есть эта копия на электронной почте. И подтверждение того, что магазин нарушил 165.1 статью, ну, точнее, не нарушил, а что по этой статье он должен был получить претензию. А значит, он ее уже как бы получил. И она уже и действует, и работает, и неустойка набирается. И директор в этом случае оказывается в одном из сценариев. Первый. Он вообще не понимает, что это такое. Он смотрит на претензию, которую он никогда не видел, на какую-то статью 165.1, которую он никогда не видел, и какую-то распечатку с сайта Почты России, на которой написано «Неудачная попытка вручения», которую он тоже никогда не видел. Он на все это смотрит, и большинство думает так. Верните ему деньги уже. Типа, что это? Я вообще ничего не понимаю. Претензия какая-то. Какие-то Почты России, какие-то попытки вручения. Просто деньги ему отдайте, а тем, которые просто приходят и просят вернуть, тем не отдавайте. Это первый сценарий. Второй сценарий. Директор зовет своего юриста, юрист садится, смотрит. И юрист такой думает, так, ну 165.1, да, реально, мы должны были получать юридически значимое сообщение. Мы от этого уклонялись. Ответственность несем. У них почта отправлена. Дата есть, неудачная попытка. Значит, мы, по идее, получили претензию. А вот и сама претензия. То есть потребитель все сделал грамотно. А знаете почему? Потому что мы видео посмотрел. То есть потребитель посмотрел мои видео и сделал все грамотно. Если юрист сядет и увидит вот это ваше электронное письмо, которое вы направили, увидит фотографию неудачного вручения в статью 165.1 и вашу претензию, юрист вдруг поймет, что он не справляется с функциями в своем магазине. Потому что мальчик на видео научил вас делать так, что юристу придется сказать, а, отдавайте деньги. Потому что я не вижу ни одного способа здесь как-то увернуться или изловчиться, чтобы опять потребителя вести в заблуждение. Ну, кроме, конечно, случая, когда юрист позвонит потребителю и скажет, алло, а вот здесь так, а у вас товар технический. Но мы это все не слушаем, мы просто знаем, претензию написали и до свидания. Дальше. Либо сценарий возврат денег, либо любой другой, который нас не волнует. Поэтому юрист поймет, что, ну, да, получается, потребитель-то грамотный, вот поэтому и надо мои видео смотреть. И третий сценарий. Третий сценарий. Директор или юрист посмотрит на все, скажет, фигня какая-то. Типа, мы виноваты, но не будем ничего возвращать. Не будем просто деньги возвращать. И в этом случае вы можете смело сказать, что вы сделали все свои действия, которые позволили вернуть, позволили бы вернуть деньги в досудебном порядке. Все. Дальше вы спокойно идете в суд и возвращаете эти же деньги с неустойкой, со штрафом за доведение дела до суда и все вот эти остальные вопросы. Но этот сценарий маловероятен, крайне маловероятен. То есть, если вы отправляете претензию электронную, получаете статус неудачное вручение, дальше отправляете, звоните в магазин и дублируете эту претензию на обычную электронную почту с указанием стати 165.1 и распечатки сайта почты России, то вот после всего этого ваш шанс досудебного урегулирования вопроса превышает 99%. То есть, шанс, что вас магазин развернет и вам придется идти в суд, крайне мал. Какое мы устраняем этим действием одну важную особенность? То, что у магазина не было претензий. Он ведь увернулся от ее получения и даже сейчас, когда хочет ее выполнить, у него ее нет. Поэтому дайте шанс ему ее прочитать, просто отправив ее копию на обычную электронную почту. Это и даст вам возможность получить деньги с максимально высокой вероятностью. Вот и все. Вот и все. Вопрос, думаю, раскрыт. Теперь всем, кто получает статус, смотрит на экран, видит. Знаете, у людей как бывает. Они смотрят мои видео, все делают, думают, о, сейчас и сделаю. Зарядились, ух, замотивировались. Действуют, действуют. Электронную почту отправили, раз, два, три, смотрят. И они такие видят в какой-то момент, неудачная пытка вручения. И потом такие, а мальчик на видео, в рубашке клетчатой, про это не говорил. Что делать? Не знаю. Все. Все, что мотивация, знаете, как будто ледяной водой человека облили, и он все, ну, как будто просто все забыл. Все забыл. Забыл все, что я рассказывал, подумал, что ничего не работает. Вот мне сказали, неудачная пытка вручения, все, у меня ничего не получится. А в реальности нет. Это просто очередной маленький шажочек, маленькая преграда, через которую нужно легко перешагнуть. Потому что она никак не позволяет магазину. Это очередная уловка. Да, это же реально уловка магазина. Неприем, непринятие, непринимание, неполучение, неприятие, не манипаниелучение, претензии. Это просто уловка. Реально. И сегодня я рассказал вам, как ее избежать. Кстати, да. Вот. И в этом видео я специально уже уклонялся, специально выбрал не юридический аспект, не этический, а конкретно бытовой. Вот что делать, что нажимать, куда писать, что позвонить и сказать, как отправить скриншот. И вот все вам рассказал. Это видео, оно носит практический характер и эффективно, и эффектно дополняет предыдущее видео. И вот эти два видео формируют полностью закрытый вопрос неудачной попытки вручения. То есть, если магазин любым способом уклоняется от получения претензий, вот, эти два видео смотрим, и никаких вопросов больше нет. Тут вот прям все рассказано с запасом. Знаете, не только ваш путь прочерчен, как пройти все и сделать грамотно и легко вернуть деньги, но и даже все вот ответвления, куда может повезти вас магазин, они тоже рассмотрены. То есть, вы, например, идете по пути, а магазин раз так вас на дорожечку стягивает, а я такой, хопа, нет, идете, куда шли. потому что вы уже знаете, как может быть, что он может ответить, как может пойти. Думаю, вот сейчас видео закрывает эту тему полностью, а значит, надо поставить мне лайк и может даже отблагодарить меня маленьким донатом, если хотите, небольшим, несущественным для вашего бюджета пожертвованием на развитие канала, да, вот номер карты в описании, смотрите, он здесь, прямо в самом верху, можно его скопировать, ставить и закинуть какие-нибудь там 30-50-70 рублей, которые реально могут частично компенсировать мои затраты на съемку, оформление, выкладывание, монтаж, ответы на вопросы, видеоролика, но компенсирует эти 30-50-70 рублей, только если их будет, вас, людей, которые их кидают, будет много, а пока их очень мало, настолько мало, что примерно среднее количество донатов, которые я получаю в день, составляет zero, но вы в состоянии это исправить, то есть надо понимать, что поддержка канала, она начинается не с того Васи, не с тети Лены, а с вас, с ваших небольших, маленьких донатов, которые могут поддержать канал, и если вы это делаете, то и вы делаете, и кто-то другой, то есть, но все зависит только от вас, от вас, от вашего конкретного вот участия, и все по принципу, я помог вам, вы помогли мне, вот так честно, а если не помог, то и не надо мне помогать, если наговорил ерунду и не работает, не надо помогать, а вот если благодаря моим видео сэкономили на юристе 5 тысяч, 8 тысяч за претензию, вернули товар за 50 тысяч, ноутбук за 150 тысяч, то какой-то маленькой частью можете меня отблагодарить, потому что иначе бы потратили намного больше, да, кому помогло, тот может отблагодарить, я помог вам, вы помогли мне, я помог вам, вы помогли мне, продублировал фразу, вот, все, увидимся в следующих видео, пишите вопросы, вы их так много пишите, и почти на все я отвечаю одно и то же, самый простой, эффективный способ, тире, это написать претензию в магазин, пункт 2, полный порядок действий в этом видео, и ссылка, увидев полный порядок действий, вот, но интересные вопросы мы рассматриваем, вот это интересный вопрос, мне его задал потребитель, и мы его рассмотрим в следующем видео, а мы увидимся с вами на канале, в следующем году, а на канале, в следующем видео,